Мы пообщаемся с нашим почетным гостем, известным альтистом, дирижером, художественным руководителем Государства Симфонического Оркестра «Новая Россия» Юрия Абрамовича Башметова. Давайте я представлю на всякий случай еще администратора Юрия Абрамовича Дмитрия. Ну что, мы, наверное, сразу перейдем к вопросам, потому что Юрий Абрамович только за дороги, и не хотелось бы его долго мучить. У него сегодня еще творческий вечер, поэтому включаемся. Татьяна Григорьева, областной телевидением. Юрий Абрамович, расскажите о фильме, который вы будете презентовать, и какое участие в его создании именно вы принимали, то есть сценарий писали, или вот как? Ну, я, наверное, вас регулирую, потому что я написал сценарий. Расскажите, какое участие в нем принимали? Ну, я там довольно часто появляюсь, но в таком рабочем порядке, то есть независимо от фильма шел фестиваль. Фестиваль в Сочи родился совершенно не будучи связанным с проведением Олимпиады. Поначалу, значит, у нас был концерт большого турне по всей стране, юбилейный тур солистов Москвы. 39 концертов было во всех регионах страны. Это было принципиальное решение и желание отметить юбилей ансамбля дома. Ну, в России, потому что у нас до этого момента по балансу зарубежных пестролей было намного больше, нежели в России. В России было процентов 25 максимум. А вот поэтому турне первое было. Потом мы уже отметили юбилей и оркестры, и впоследствии мой уже в столице Европы и других континентов. А вот тот юбилей был 20-летний солистов Москвы, 15-летний. Он начинался в Сочи, просто тут. И так получилось, что был успешный концерт, хороший. И оказалось, что в зале в публике находились также представители конкуренции по решениям, где проводить Олимпийские игры. И оставались конкуренты Зайцбург и Корея. Город Пхенчонг. И Сочи. И вот, оказывается, представители этих стран просто пришли на концерт. А что сегодня? А вот концерт. Какой концерт? Они там были. Затем был такой очень приятный банкет прямо в зале, в здании филармонии. И присутствовал Михаил Ефимович Швыдко. Он тогда был министром культуры. А также был слава Фетисов и Роднина. Я еще подумал, они тоже спортсмены почему-то здесь, в Сочи, оказались в нашем концерте. Оказывается, это было связано как раз с тем, что там происходило на днях заседание по решению. По обсуждению, где проводить. И вот еще так смешно, Михаил Ефимович поднял люмку, это за столом все было, и говорит, вот если мы не выиграем, скажут, культура опять виновата. Но я не поленился через два месяца, когда выяснили, что все-таки Сочи выиграл. Я позвонил, сказал, ты прав, Михаил Ефимович, культура виновата только в положительном смысле. Выиграли. То есть, а в присутствии как раз конкуренты. Так что вот фестиваль, они обратились к нам, чтобы мы чаще выступали, вплоть до того, чтобы могли бы к нам приехать и дать два-три концерта, такой мини-фестиваль. Это еще до решения, не связано с Олимпиадой. И мы так начали наш фестиваль, который очень бодро и в творческом смысле охватывает все возможное, даже, казалось бы, невозможное поначалу. Он вырос и вошел на сегодняшний день уже в десятку лучших официальных фестивалей Европы. Он был признан, зарегистрирован и практически, это уже так случается в жизни, что практически он похож немножко, еще, конечно, не такого масштаба, но он похож немного на Зальцбургский стал. Потому что в Зальцбурге и опера, и симфоническая музыка, и камерная музыка. И как раз тот самый Зальцбург, в общем, пытался выиграть, но не получилось. Конечно, в Сочи мы еще не Зальцбург, но мы к этому и идем. Это фестиваль не музыкальный в чистом виде или классический музыкальный. Там представлены всевозможные жанры. Вот на протяжении этих лет, сколько будет, шесть лет, седьмой будет, седьмой сейчас, Олимпиаду. Да, вот он проходит, город уже не представляет себе жизнь без этого фестиваля. Это невероятный там ажиотаж. Там уже абонементная пошла с прошлого года, да, пошла абонементная продажа, билетов нет уже за полгода. Поэтому тут очень трудно общаться с людьми, которые к нам обращаются за помощью. Чтобы приобрести билет, это очень сложно. У нас возможности нет, зал небольшой. Но есть другие еще залы и возможности. Там есть училище, мы называемый колледж, как училище, есть еще зал. И вот сейчас начинкой культурной программы Олимпиады, Сочи в зимний, начинкой как раз оказался готовый тепленький во все жанры, представляющий фестиваль. Жанры – это и джаз, и фольклор, и, конечно, симфоническая музыка, камерная. Джаз – представители, в общем, лучшие в мире. Это Жан-Люк Понти. Я все мечтал с ним познакомиться в юности. А оказывается, он жив, здоров и, в общем, в полной форме. Ему 70 лет исполнилось недавно. Ну, это такая в Европе фамилия, в джазовом мире лидирующая. Вот. В прошлом году опять-таки джаз был кубинский. И удивительно, да, как его зовут? Чучик Вальдес. Вальдес, да. Чучик Вальдес. Это чернокожий, холеный, такой крепкий мужчина. Когда мы после концерта ужинали, потрясающий был концерт тоже. Мы рядом сидели. Я спросил, я говорю, я понимаю, откуда джаз, я завидую просто, потому что это серьезный, очень серьезный вид искусства. Но я бы хотел спросить, а кто вас так научил играть на рояле? Выяснилось, что научила его русская женщина, которая училась в Мегаузе в свое время. А потом, когда мы помогали в советской, я имею в виду советской, мы помогали слаборазвитым странам, то, значит, отправляли в эти страны наших профессионалов. И вот там в Польшу, в Генгрию, в Чикословакию, в ГДР и на Кубу. И вот выяснилось, что таким образом эта женщина попала в Кубу преподавать, поддерживать страны, которые ориентировались на советскую систему, ну, Куба. И вот таким вот каким-то концом он получил, он стал внуком Негауза по специальности игры на рояле. Ну, он действительно потрясающий щупениц. Ну, если говорить о каждом участнике подробно, то это сейчас у нас не хватит времени. Но из наших там вся лучшая молодежь выступает. Это Алена Паева, Александр Кузлов. Кто еще из маленьких? Ну, из молодых. Ну, вот они, да. Понятно, Виктор Третьяков, это живая легенда. Гергиев тоже не нуждается в рекламе. Мацуков, конечно. Бутман, Джазин. И многие-многие из-за границы. Потрясающий финский пианист. Я давно мечтал с ним как-то сотрудничать. Ну, вот получилось благодаря Сочи. Он приехал. Он и композитор, и дирижер, но главный феноменальный музыкант. Просто Мустанина его фамилия. Мустанина.